На остановке «Заря» Анатолий Пахомов появился в утренний час пик. Но никаких пиковых нагрузок курортный проспект теперь не испытывает. Автомобили и автобусы свободно двигаются со стороны Адлера в центр Сочи. То же самое и в противоположном направлении. Анатолий Пахомов садится в автобус номер два рейса «Малый Ахун – больничный городок». Раньше на этом отрезке курортного проспекта от остановки «Заря» всегда стояла большая пробка. Особенно утром, вспоминают пассажиры. Теперь добираться до работы стало проще. Ситуацию изменил дублер курортного проспекта, отмечает мэр. Он перенаправил потоки, разгрузив центральную магистраль города. Заметили изменения, ну скажем, с начала года или с начала Олимпийских игр? Изменения вот в качестве и обслуживания, и по времени, как добираетесь. Бывают пробки сейчас вот когда-нибудь? Где-то автобус может встать? Нет, по городу не бывает. После Олимпиады ни разу не попали. Вот мы и хотим, чтобы так вот и осталось. Кроме того, даже утром сидящих мест в автобусах хватает всем. Да и нужного маршрута на остановке долго ждать не приходится. Пассажиры отмечают комфорт новых муниципальных автобусов большой вместимости. Удобнее, чем маленькие маршрутки частных перевозчиков. Пассажир надо сохранить за муниципальным транспортом, потому что он стал ходить по расписанию строго. Когда ходил частный транспорт, он не ходил там. Перевозчики должны в обязательном порядке учесть мнение наших жителей, пассажиров о том, что ваши автобусы, которые ходят, вот эти вот корейские, они совершенно неудобны. Раз, во-вторых, они маленькие. Мы не против бизнеса частного, но они должны тоже приобретать те автобусы, которые удобны для наших пассажиров. И, конечно, автобусы большей вместимости – это лучше. Такой темп движения без пробок, отметил Анатолий Пахомов, помогут сохранить и выделенные для общественного транспорта полосы. Они появятся на улице Горького и Курортном проспекте взамен Олимпийских. Проект сейчас утверждают. Но не всё и не всегда зависит только от решений власти. Основной причиной заторов по-прежнему остаются неправильно припаркованные машины. Здесь, на улице Московской, например, одни просто не дают проехать автобусом, другие – пройти пешеходом. Между тем, парковок в городе сегодня предостаточно. Цена за час – от 50 рублей. Но некоторые автовладельцы, как здесь у цирка, например, предпочитают ставить машины у тротуаров, перекрывая движение. Хотя пустая парковка всего в паре метров. Проезжая часть для того, чтобы по ней ездили, но не стояли. А стоять нужно на вот этих парковках. А теперь посмотрите на эту парковку. Сколько здесь людей стоит? Здесь никогда никого не стоит. А почему? Потому что вы не хотите деньги платить. Парковаться по правилам, отметил мэр. Таких автовладельцев будут учить штрафы и эвакуаторы. Но в первую очередь научиться этому должны сами автовладельцы. Ведь от того, какой будет ситуация на дорогах, с пробками или без, зависит от каждого, кто садится за руль.